Демографию вновь нужно повышать. Ведущий в этом году направление соцполитики озвучила министр Наталья Оськина. Продолжительность жизни, кстати, тоже желательно минимум до 80 лет. Поэтому бюджет соцпомощи в 2019 составит 17,5 миллиардов рублей. На два больше, чем прошлый. Они пойдут на поддержку здоровья, получение жилья многодетными семьями и целый ряд льгот. В 19 муниципальных районах края отсутствуют утвержденные тарифы на тепловую энергию. В связи с чем у малообеспеченных жителей данных территорий снижен размер государственной поддержки. Ее посыл должны усвоить главы районов в зале, как и депутаты и чиновники края. Друг друга слушали и делали выводы. Сегодня речь шла о сельском хозяйстве, дорожных картах, сфере труда, экологии и, конечно, экономики. Министр Павел Детятев доложил, что за прошедший год инвестиций края стало больше на 6%. И посоветовал коллегам на местах не гасить желания спонсоров долгими согласованиями. Необходимо сосредоточить усилия на сокращении сроков выдачи инвесторам ГПЗУ до 20 календарных дней, а разрешении на строительство до 5 рабочих дней. Глава Красногорского района с ним согласен. В его территорию за два года вложили 200 миллионов. В молочную промышленность, строительство дорог и ферм. А на очереди создание цехов по переработке зерна и мяса. Роль администрации в том, чтобы, знаете, я может быть скажу грубовато, но не мешать. Не мешать людям. Вот появилась инициатива всеми путями, значит, с ними поработать. Сообща планирует решить и проблему в районах пассажироперевозок. Удачен пример Троицкого района, где существование предприятия взяли на себя власти. У нас сейчас остается две проблемы. Это проблема выезда в Многоозерное село и село Горновое. Но проблема связана не с технической частью, а все-таки, наверное, с кадровым вопросом. Но в ряде муниципалитетов нет самой техники. Чтобы улучшить ситуацию, сегодня губернатор передал районным властям ключи от 150 автомобилей для школ и больниц. Освободившийся транспорт возможно переправить на перевозку пассажиров. Во всяком случае, Троицкие власти именно так увеличат технопарк сразу на две единицы. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжение следует...